Вот это сонное лицо. Боря меня разбудил. Мне так плохо. Боря заболел с температурой. Дети переболели при температуре. Что-то мне тоже тело ломит, крутит. Сегодня масленица была. Боря ездил с детьми, отвез их на масленицу. Я осталась с Максимкой дома. Они бегали, гуляли, а я в машине сидел. Боря, да, сидел в машине, потому что плохо себя чувствует. Поднялась температура. Приехал домой, купил продукты, привез. Мне говорю, Боря, сними, хоть расскажу женщинам. Кто знает, уже, наверное, все знают, кто подписчики, кто смотрит регулярно видео, что у меня этот эндометриоз, женская болячка, которая не лечится, но сдерживается. Убирается только с помощью операции, а то в экстренных случаях, когда уже это неизбежно, короче, там, по показаниям. Ты с этим живешь. И этот эндометриоз вызывает очень много всяких неприятностей, доставляет женщине. И, короче, я бегала, бегала по врачам, бегала, бегала. В результате из-за того, что я пила гормоны, и когда их перестаешь пить, начинаются боли. Поэтому мне врач сказала, что гормоны будешь пить до менопаузы, короче. Все. Это еще лет 10, наверное, да, лет 10-15. А я пошла, попала к другому врачу. Гормоны были очень дорогие. Я пила зафрилу. Зафрилу. Потом был ее аналог никудышний, если честно, как, по-моему, по состоянию. План... Какой-то для женс что-то такое. Не? Женс-Диэ. Не, это этот планет женс-Диэ. Метри. В плане женс-Метри или что-то такое. Женс-Метри. Короче, что-то такое аналог России выпускает. Я попила 2 месяца отстой, полный, конечно. Вот. А попала к хорошему врачу, тоже к одному. Что-то мы с ней заговорились. У меня там воспалительные процессы, лечение, все, анализы. И вот, говорю, мне сказал врач пожизненно пить, грубо говоря. Ну, лет 15. Она говорит, зачем? Зачем тебе чистый гормон пить? Я говорю, попробуй перейти на любой препарат с этим гормоном. На противозачаточные. Никогда в жизни не была противозачаточная. Никогда. Да, вот все, сколько лет, мне уже 38. Никогда, ни разу не пила. Она говорит, они подешевле, типа, и помягче для организма. Ну, то есть, как не чистый гормон, а, короче, там как-то она пыталась объяснить, я не понимаю, там все. Я кинулась в аптеки. Они еще дороже, чем вот это зафрила. Зафрила стоит 2400, да, было? Да, 2400. Паля упаковка на месяц. Даже не на месяц, 28 штук. Не на месяц даже. Вот. Короче, в одной из аптек, я говорю, а есть что-то подешевле? Наша одна там из любимых аптек. Она говорит, слушайте, есть. И показала мне вот эта живопроизводитель, что гормон чистый, но никудышный. Плани Дженс Диэ. Диэ. А вот гормон чистый тоже как-то Дженс Мэтрит называется. Для Дженс Мэтрита называется. Гормон, который стоит 200. На 300 рублей дешевле. Вы хотите сказать, а вот этот гормон диеногест, который нужен при эндометриозе, вот он есть в этих противозачаточных. Знаете, сколько стоит? 650, 690, 630 рублей, смотря где найдешь. Вот я уже пью третью пачку. Красота! Экономия в 4 раза. Да. Действует точно так же, как гормон. Поэтому вот это вот куково, эндометриоз, обратите на это внимание, посоветуйтесь с врачом, потому что эффект тот же, сдерживание, все. А стоит в 4 раза дешевле, потому что, ну, представьте, на 2, каждый месяц вот это жить, сидеть. Две с половиной тысячи. Единственное, что здесь нужно его, вот как здесь написано, если гормон пился без перерыва вообще, там, 2 года пьется, снижает полтора года, там, месяц-два перерыва, снова пьется. То этот, как противозачаточный, 21 день принимается, неделя перерыва, 21 день принимается, ну, то есть, вот как это. Вот, шикарно, я довольна прям очень. Рад за тебя. У нас такое видюшечка получилось. Думал, уже и за кадром, но не получится, и за кадром, потому что, ну, я, серьезно, для меня это спасение, женщины с эндометриозом меня поймут. Особенно, если вам тоже долгосрочно приписали пить. Это, это находка просто для меня была. Недорогого препарата. Боря купил. У нас есть наша коричневая сгущенка, заехал в этот, в маяк, его послал, а и в ленту. И вот привез, вот такую сгущенку взял, 4 упаковочки. Мы ее берем, потому что наша коричневая, она густая, она не ко всему подходит. Ну, и она тоже, у нее определенный вкус. Не дернется аппаратом. Я вот подсовываю, подсовываю сбоку, подсовываю, по чуть-чуть подсовываю. Что, пудем? Вот. А иногда нужна эта, жидкая, и вот вкуса именно вот такого сгущенки. Такую сгущенку в домашних условиях сделать невозможно, уже повторюсь, потому что в домашних условиях выходит только коричневая, густая сгущенка. Вот. Не, возможно ее там, если ее поварить меньше, да? Может, она, нет, она окисляется. Я думаю, что вот эту сгущенку делают в вакуумных каких-то, без доступа к кислороду. Если делать домашнюю, чтобы она была посветлее, не прям коричневая, она будет очень-очень жидкая. Очень жидкая будет. Помнишь, сколько ее уварить, чтобы она запустела? Она все равно коричневая становится. Да. Да, видно, ее уготовят при других условиях. Поэтому иногда, хоть именно такой вкус, очень классная она, вкусная для сырничков, для блинчиков. Прям красота. Даже я иногда беру. Вот. Ну что, любимый сыр Бори. Сразу две пачки, например, купил. Что-то мы сейчас редковато снова стали в ленту заезжать. Как-то раньше это, а сейчас стараемся все-таки... Я им завтракаю. Нет, я имею в виду, раньше как-то, помнишь, мы как? Раньше покупали один вас в месяц, когда вы кусты жили. Потом приехали сюда, ты заезжал постоянно. Потом это уже достало всех. И все-таки мы постараемся. Теперь уже не каждые там три дня, четыре дня, неделю, а все-таки раз на месяц купил и все. Манка закончилась, делала запеканку, использовала последнюю манку. Купил две манки. И колбаса заканчивается. Вот нам на неделю, чтобы вы понимали, это очень экономно мы едим. Но колбаса, во-первых, не полезна. Во-вторых, дорогая. Поэтому, исходя из этих двух пунктов, то, что она вкусная, все понятно. Если бы, вот я разговариваю там с некоторыми мамами, дай волю в семье есть, ну, чтобы был избыток колбасы, вот сколько хочешь, столько есть. Наверное, дети бы сидели только на колбасе. Но это не есть хорошо, не есть полезно. И, короче, понятно, что так не должно быть, по идее. Для нас и так удают, что вы вообще колбасу едите. Как вы вообще колбасу эту едите? Но вот так. А кто-то, наоборот, кричит. Вы, вот это вот три палки на всю семью. Да это на раз поесть. Короче, каждому свое. А у нас так. И вот у нас на неделю на всю семью одна, две трети палки. Вот это идет колбасы. Это вот мы три раза в неделю едим колбасу. Примерно, каждую. И палочка уходит докторской примерно. Может, чуть меньше. Докторскую меньше сейчас. Варенку едят меньше. В основном перешли все на сервилах. Только я смело держусь. Верная в вареной колбасе. Для меня это жирная. Не могу есть. Даже мы берем не салям. И салям это вообще жир сплошной. Она такая, помнишь? Более плотная и более жирная. А это сервилат мы берем. Она не такая жирная. Но и плюс у меня сейчас все за здоровьем. То, что раньше для меня не было жирным, сейчас для меня жирная пища. Ты еще в ящичек загляни. Сейчас загляну. А вы сейчас мне расскажете, как масляницу провели? Как время провели-то? Пока я вытаскиваю. Я как провели? Ну ты понял. Я просидел все время в машине. Не, я чуть-чуть пару раз выходил на улицу. Бабу жгли? Да, но я не видел. Чучело. Сладости ели? Да. Блины были? Вот насчет блинов не знаю. Но хороводы, частушки. Конкурсы. Конкурсы, какие-то костюмы. Я говорил, канат перетягиваю. А Саша говорил, я участвовал. Канат перетягиваю. Каната. Вот, говорит, весело было. Так, короче, масляницу отпраздновали. А я не поехала. Я перед Новым годом, мы все заболели. У нас был очень длительный кашель. Была вирусная. Наверное, уже где-то говорили. Привет, Максимка. Бегите туда играть. Мы сейчас снимем видео и придем. Беги туда играй. Заболели вирусной, при которой был очень длительный кашель. И эта вирусная ходила здесь по носу вирту, и очень долго люди после нее кашляли. Месяц, полтора вот кашель отходил. Потом, значит, я ходила к… сразу тогда скажу, потому что я так и не объяснила, не рассказала. Ходила к сосудистому хирургу. Шла, наверное, километра полтора туда, к поликлинике от остановки. Было минус 28. Я так перемерзла. Я не отошла от предыдущего кашля, еще покашливала. Снова свалилась с кашлем. Просто все у меня здесь обложило, все. Вот это до сих пор. Есть? Я на улицу не ногой. Вообще. Я сразу тогда подменяла всех врачей, все поездки. Сказала, пока вот здесь у меня не пройдет, все. Я только в… А, так потом вот это прошло, наверное, после хирурга сколько времени? Недели, полторы уже снова. Недели, недели три уже прошло. Не, 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 вот неделя, последний раз я была. Недели полторы. Значит, ну, максимум две. Буквально вот на днях водила две минуты пройти в стоматологию ребенка. Пришла снова чувствовать, чуть обложила. Я говорю, все, мне на улицу вообще нельзя. Поэтому я сегодня с Максимкой отсиживалась дома, а все были на Масленице. А по поводу хирурга, сказал, нужна мне операция. В таком месте находится вот эта штука. Ой, ну мне так болит, не могу. Даже Максим, вот когда хожу с ним по улице, он же за ручку держится, скользко. Не могу даже этой рукой держать его за руку. Болит вот здесь эта часть. Только левой беру. Или там здороваться, Боля, возьми меня за руку. Или дай пять. Нет, не эта рука. Левой. Мне все что-то левой рукой. Я говорю, правой не могу. Все. И писать ручкой сложно. У меня ручка, что вот как раз место, где она ложится. И я ручку аж сюда кладу. Вот так вот прям и пишу ей. Это кошмар. Короче, назначил операцию. Сказал, собираю анализы. Записываю себе к хирургу. Через хирурга в эту. Без общего наркоза сказали. В этот же день и отпустят. Если им никаких осложнений не будет. А если общий наркоз, скажут там обязательно, не знаю. То пару дней придется полежать. Вот. Так. Ну что. Про масло не все рассказали. Поехали дальше. Обзор у нас покупок. У нас интересное видео. Вообще бомба. А мы всего лишь собрались в резакадном сказать, что мы купили. Цветная морская капуста. Понял? Да, понял. Брокколи. Брокколи. Говорю, Борь, купи брокколи. Обожаем брокколи. Кто еще не слышал. Берете, отвариваете в подсоленной воде. Заливаете холодной водой. Или просто можно без этого на дуршлаг в миску. Туда подсолнечного масла. И буквально чуть-чуточку чеснока. Вот на эту всю порцию. И посолить. Я солю, когда варю. Ну или досолить, если не знаю. Вот на эту порцию где-то возьму совсем малюсенький зубочек. Даже не средний, малюсенький. Потому что я пробовала большой брать, аж печен. Ну кто покрепче будет, поострее любит, пожалуйста. И вот это ставлю. И у нас как лакомство все ходят. Особенно, когда она теплая. Она самая вкусная. Когда только-только приготовленная. Это просто бомба. Пришел на днях. Саша хотел торт сделать. Или крем. Я уже не помню что. Мама, нету желатина. Сказала Боря купить. Купил 5 патч. Между прочим, в ленте 20 грамм 40 рублей. Ну получается одно на одно. Ты в маяке купил 40 грамм 70. Одно на одно получается. Нет. 2 рубля я выиграл. А на 5 пакетах 10 рублей. Ладно. Видите, сэкономил. А сэкономил, знаешь, заработал. Да. Да. Мы, кстати, в этом у нас научили на финансовой грамотности. Если ты сэкономил, значит ты заработал. Очень классная мудрость. Поэтому мы это научились хорошо делать. Мы экономим на одном, зарабатываем на другом. Ну вернее, а эти деньги потом на что-то пускаем. Считай, что заработал, чтобы на что-то пустить. Экономия зарабатывает, чтобы на что-то потратить. О. И закончился у нас ванилин. Я говорила уже в одном из видео. Хотела купить ванилин на этом. На Балбарис. Кто разбирается в кулинарии. Пожалуйста, прошу вас, Боречка. У тебя уже вот так вот по чуть-чуть. А я смотрю, смотрю, сколько там осталось. Красовато. Перисыночка. Мы сейчас закончим, будем играться. Это. Хотела ванилин купить на Балбарис. Перечитала кучу отзывов. Все плюются теми ванилинами, которые продают на Балбарис. Говорят, что какая-то ерунда, какой-то странный порошок и так далее. Я в ванилине особо не разбираюсь. Ну покупаю, какой покупаю. Кто есть в Ленде, например, такой купили. Вот пошел Саша. Купил на днях. Не было ванилина. Нужно было какой-то такой розовый. Ну ванилин, ну ванилин. Но он купил его 1 грамм за 5 рублей. Этот Боря купил в Ленде. Получилось 4 грамма за 11 рублей. По 3,7. Почти по 4 рубля 1 грамм. Почти. Да. А на Балбарис понятно, что можно купить большими упаковками намного дешевле. Там на 2 по 2 рубля получается грамм, по 3 рубля грамм. И когда ты покупаешь большими упаковками, ты очень много экономишь. Потому что это... На каждой пачке рубля, если 50 пачек, 50 рублей, там 100 пачек, 100 рублей. Заработали. Да. Ну не важно. Я люблю все покупать большими объемами и так далее. Так кто разбирается в ванилине? Посоветуйте, какой вы, каким пользуетесь и где покупаете, чтобы хороший. Потому что я же говорю, вот купил, я не знаю, что это ванилин. Пахнул, пахнул. Иначе ванилин. Вот. Солочь. Обзор с Масленицей закончен. Будем мы болеть. С домом тоже немножечко кто смотрит, будет смотреть. Мы выкладываем, стараемся видео. Более время от времени ездит на участок, контролирует, смотрит, снимает. Если есть какие-то там сильные изменения или хоть что-то изменилось, мы снимаем. В основном у нас так. Вот поехал, сколько снял, столько выложили. Мы не собираем видео, чтобы вы тоже отслеживали, с нами были в курсе. Тройка продвигается. И то так, то двери выбираем, то цвет выбираем, то окна не те привезли, то там что-то еще не так пошло. То доску обледенелую привезли. Завернули ее назад, чтобы поменяли. В общем, то задержка, то морозы стоят, да, то еще. То снег идет, накрыть не могут. То снег не могут накрыть. Короче, обычные. Будни. Как это сказать? Нет, обычные моменты при строительстве дома. И мы во всем этом варимся. Варимся. То с сантехником созваниваемся, то с электриком созваниваемся, то с газовщиком созваниваемся, то еще что-то. То встречаемся с ним. То с кем-то, да, нужно поехать встретиться. То в доме нужно проект газовый сделать. Мы, потому что хотим, ну, об этом будем больше рассказывать мы уже в видео о доме. Я больше, в общем, хотела сказать, что идет процесс. Мы, знаете, вот эти полтора года мы живем здесь, да? Получается, полтора летом будет два. Два. Мы были такие прибитые, вот другим словом это не назовешь, прибитые просто ходили. Но как только начали строить дом, знаете, такое чувство, так с каждым... Огонек теплится. Нет, ты знаешь, вот так дышаем. А еще что-то... А потом... Как хорошо. Да, все, груз спал. Вот он где-то на серединке. Груз пойдет, когда мы переедем и начнется, знаете, вот эта еще длительная суета по обустройству дома. Двора дома. Там сделать двор, привести в порядок, там то сделать, то сделать. Гараж построить, забор сделать. Да, ну с гаражом у нас, говорю, пока мечты. У нас все деньги уходят на забор и на ремонт. Все. Сейчас голову ломаем с Борей. Ну, образно. Где взять деньги на этот... На гараж. Вот, тоже некоторые есть проекты на лето. Что такого замутить, как говорят, да? Словечко жарвоновое, чтобы это все провернуть дело. Ну, чтобы все равно к зиме был гараж построен. Ну, что нам снимать здесь? Мы уже думаем, может как-то сэкономить на заборе. Вот Боря говорил, да, уже где-то, чтобы взять этот некондиционный металл. И построить, например, гараж, хотя бы не утепленный, хоть коробку, да, какую-то. Вот внешнюю. А потом уже все дальше доделывать там и так далее. Ну, то есть думаем, думаем, думаем. И это нескончаемые планы. Это нескончаемое... Мы садимся над этими планами и начинаем думать, как его. Подсчитываем стоимость. Куда это все сделать? Как переставить? А как поставить мебель так, чтобы все влезло? Вот мы расставили мебель, потом вспомнили, что мы хотим газовый котел. Оказывается, там свои какие-то параметры. Мы давай эту мебель снова двигать. А как же этот газовый котел разместить, чтобы это все было по санитарным номерам? А как же теперь так? И, короче, вот это вот все просто. Голова гудит от этого всего. Вот. Плюс здесь какая-то зима, прям в болячках. Вокруг куча вирусов. Вот какой-то ужас. В том году так, мне кажется, не было. Или было так же? Мне кажется, не так. Да, не, не так было. В этом году вот мы созваниваемся. Вот как-то по кругу люди болеют. По кругу. Говорит, заболевают. Особенно у кого есть дети, которые куда-то ездят и все такое. Говорит, не успели переболеть. В школу пошли, два-три дня снова какую-то болечку принесли. И вот так вот. И вот так вот. Начинаю после санитарного, перед Новым годом, с декабря. Да, да. И вот до сих пор. То ли зима, потому что теплая. Вчера, когда был ноль, да, получается. А позавчера Тёма говорит, я вообще в кофте вышел. Минус 20 было. Позавчера. Утром сегодня минус 20. Это сегодня. Минус 17. Вчера было ноль, а позавчера Тёма и в кофте ходил. Говорит, мне жарко было, и в кофте вышел. Ничего, говорит, я говорю, да нет, конечно. Говорит, мама, жара была, плюс температура была. То ли плюс 10, то ли. Это на солнце тепло. Ну, вообще тепло было. Сама суть, что зима с большими перепадами. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вот так вот прыгает, и очень много тепла. Это хорошо для нас, для строительства дома. А вот видно вирусы, они такие, о-о-о-о, ура, снова можно просыпаться. А потом снова ударило морозы. Заснули, ну, снова проснулись. Ну, короче, вот такая зима у нас. Все, пока-пока. Поздравьте нас с сгущенкой и с брокколи. Сейчас буду ее варить. До новых видео, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.